Дорогие братья и сестры! И вот поначалу они собирали такие диспуты, на которых пытались люди образованные доказать людям, особенно в деревнях, поселках, что Бога нет. И вот в одну такую деревню приехал очередной лектор, и они со священником, с православным договорились, что их диспут будет продолжаться два часа. Час будет говорить этот лектор, и час будет говорить священник. Лектор сказал свою часть, час закончился, и настало время священника, священник поднялся с рядов и говорит, я еще полчаса даю. Лектор еще полчаса говорит. Закончились полчаса, священник встает и говорит, я еще 20 минут даю. Тот еще 20 минут проговорил. Священник встает и говорит, я еще 5 минут даю. Он говорит, лектор сидит в зале и думает, ну все, победа. Что может священник сказать за 5 минут? А священник заходит на кафедру и говорит, братья да сестры, Христос воскрес. И весь зал встает и говорит, воистину воскрес. И лектор понял, что все его усилия ни к чему не привело. Действительно, воскресение Иисуса Христа, оно является центром, центром христианства, центром нашего поклонения. Если бы Господь не воскрес, то и вера наша была бы тщетна. Сегодня хочу с вами говорить, вы помните, как Христос сказал, что если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Действительно, когда мы углубляемся в Слово Божие, это требует от нас внимания, требует от нас мудрости, требует от нас терпения, чтобы следить за мыслью проповедника, следить, сопоставлять тексты Священного Писания. И сегодня, может быть, проповедь будет именно в таком ключе. Вы знаете, богословы говорят о том, что на страницах Священного Писания более 4,5 тысяч пророчек. Пророчества. Пророчества – это предсказания будущего. И библейские предсказания, они не говорят о том, что когда событие какое-то произошло, как обычно говорят, и мы читаем заголовки, а вот Ванга говорила, а вот Настрадамус говорил. Библейские пророчества, они сказаны давно, еще за 4-5 тысяч лет до того события, которое мы сегодня переживаем. И вы знаете, более 2 тысяч пророчеств уже сбылось, уже буквально исполнилось. Другие 2,5 еще ожидаются, еще придут, когда мы видим, что это касается будущего. И вы знаете, некоторые пророчества, может быть, не такие яркие, не такие, может быть, глубокие, но они тоже говорят о будущем, о состоянии. Вот я хотел бы обратить на такой текст в книге пророка Исаия, когда в 5 главе, в 20 стихе он говорит, «Горе тем, которые зло называют добро, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Вы понимаете, он описывает наше время, когда люди на добро будут говорить, что это зло, а на зло будут говорить, что это добро. И вот такими пророчествами Бог наполнил, и сегодня мы будем говорить, наша тема сегодня, судилища Христова. Это время, это период, который церковь переживет после восхищения Иисуса Христа. В богословии есть такой раздел, который называется эсхатология. Это богословский раздел, который говорит о событиях будущего. Но нам сегодня нужно говорить об этих событиях, потому что мы подошли к такому времени, когда Бог готовит свою церковь к восхищению, а что после восхищения. И давайте сегодня вместе со мной откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 24 главу. Мы будем читать с 1 по 14 стих. 24 глава Евангелия от Матфея, с 1 по 14 стих. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят. Так же услышите о воинах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам, все, что начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга предавать, и будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедована будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, воссвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Как мы знаем из истории, последний храм, это место поклонения израильского народа, был построен примерно в 20-м году до Рождества Христова, и Иродом, как его называют, Великим. Это был последний храм, последняя попытка воссоздать еврейское государство. Это было величественное здание. Вот эти вот блоки, с которых состоялось здание, были по 12 метров в длину, и по 3,5 в ширину и высоту. Мало этого, в здании, все утварь в здании была покрыта золотом. И Ирод, он сделал специально золотые пластины, которые находились на фронте этого храма, и когда солнечные лучи касались этого здания, оно все горело. Это было место, куда евреи приходили, мужчины, даже были прийти 3 раза в год, чтобы поклониться Господу. Но помимо этого, даже другие люди окружающие считали, что это восьмое чудо света, и люди просто приезжали и приходили посмотреть на это. И вот смотрите, вот в этом тексте, о котором говорится, о котором мы с вами прочитали, мы читаем, что «Выйдя, Иисус шел от храма». Сам Бог покидал храм. Ученики хотели показать, надо сказать, Господи, смотри, как мы поклоняемся Тебе. Такое здание, такое признание Твоей могущественности. А Бог покидает и говорит ему ужасающие слова, что камня на камне здесь не останется. И мы знаем, как это пророчество исполнилось, когда в 70-м году после Рождества Христова Титаспасиан окружил Израиль, окружил Иерусалим, и это была жестокая битва. И последние защитники Иерусалима, они забежали в этот храм, и они заперлись, и они пытались отстоять, они думали, что Бог защитит этот храм. Но Бог оставил. Помните, Христос сказал, что когда увидите город окруженными войсками, знайте, что близко его разрушение. Интересный факт, когда Титаспасиан окружил Иерусалим, его отец в это время баллотировался в местные, скажем так, в римские правители, и он отозвал Тита, чтобы Тит пришел в Рим и помог ему выиграть эти выборы. Но в это время исполнилось пророчество, в это время христиане не поняли, что исполняется Слово Божие, и Израиль, и Иерусалим будут разрушены. И они вышли в это время. Но потом Тит вернулся, и все было разрушено. Что интересно, как я уже сказал, что те защитники, которые находились в храме, они отчаянно, жестоко оборонялись. И тогда Тит принял решение, чтобы сжечь храм. И храм был сожжен, люди погибли, и от высокой температуры все это золото, оно расплавилось, и оно затекло между камнями. И когда они наутро пришли на это пепелище, они увидели, что золото находится между камнями, и они начали разворачивать, разламывать эти камни, чтобы достать это золото. И так Слово Божие исполнилось, так Господь исполнил Своё Слово. И заметьте, он заканчив в третьем стихе такие слова, когда же он сидел на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак пришествия и кончины века. Они задали три вопроса Иисусу Христу. Когда это будет, какой признак твоего пришествия и кончины века. Заметьте, не кончины света, как некоторые неверующие говорят, что будет конец света, кончины века. И смотрите, мы видим, о чем Христос ответил им. Начиная с 6 стиха, Он говорит о судьбе нашей планеты. Так же услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же до начала болезни. Вы когда-нибудь задумывались о сути, почему люди начинают войны? Вот допустим, наша страна, в которой мы живем, да, и там где-то может быть Россия. Нас разделяют океаны, горы, моря. Почему людям не живется спокойно? У одних одни проблемы, у других другие. Почему люди готовы убивать друг друга до последнего человека? Потому что внутри человека есть грех. Грех, который не дает человеку спокойно жить. Который вызывает ненависть к окружающим. Этот грех разрушает не только страны, континенты, семьи, жизни людей, как невидимая сила, которая действует внутри грешного человека. И заметьте, он говорит, что и будут глады, моры, землетрясения по местам. Если кто-то следит, следит о признаках пришествия Господа Иисуса Христа, тот знает, что за последние 10 лет, только за последние 10 лет, количество землетрясений увеличилось в 100 раз. Вы можете себе представить, в 100 раз. Если вы откроете сегодня app на ваших телефонах, вы увидите, что каждый день, а то и 2, и 3 раза в день происходят землетрясения по всему лицу земли. Все же это начало болезни. Новые болезни, они не прекращают появляться на земле. Каждый-каждый год мы встречаемся с какими-то новыми болезнями, что уже медицина говорит, мы не в силах эти болезни решить. У нас нет средств, чтобы разрешить эти проблемы. Третье, о чем сказал Христос, он сказал о судьбе верующих. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимыми всеми народами за имя мое. И тогда соблазняться многие, и друг друга предавать будут, и возненавидят друг друга. Вы знаете, гонение на верующих, на христиан, оно не прекращалось. Посмотрите на арабские страны. Я разговаривал с одним человеком, у него небольшая миссия, которая помогает мусульманам, которые обратились к христианству, убежать из этих всех мусульманских стран. Он мне рассказывал ужасные вещи. Если человек повернулся к христианству, и он покаялся, ему дают 24 часа на то, чтобы он вернулся в мусульманство. Если он этого не делает, тогда и его, и всех его родственников ждет одна участь. И вот этот человек помогает этим людям, которые повернулись к Господу, покаялись, убежать оттуда, сбежать, чтобы спасти свою жизнь. Но вы знаете, самое большое гонение на верующих будет во время скорби, о чем Христос сказал. Четвертый аспект, о чем Господь говорил, это судьба великого поручения. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, воссвидетельство всем народом, и тогда придет конец. Три очень глубоких мысли здесь сопряжены. Во-первых, конец проповеди Евангелия. Евангелие будет проповедано всем людям. Воссвидетельство всем людям. То есть каждый человек услышит Евангелие о том, что нужно примириться с Господом, о том, что он грешник, ему нужен спаситель. Людей, которые не услышат, не будет. Но заметьте, написано «воссвидетельство всем народом». То есть оправдания у человека не будет, что он не слышал, что он не знал. И Бог напомнит и время, и место, где он слышал. Второй аспект – это конец сбора церкви и конец взаимодействия с язычниками. То есть когда евреи отвергли Евангелие, когда они отвергли Мессию, распяли его, Бог обратился и начал созидать церковь, и начал работать с язычниками. Но для израильского народа в книге Даниила мы читаем, что Бог положил 70 седьмин. То есть 70 раз по 7 лет. Это взаимоотношения между Богом и Израилем. И когда был распят Господь, он был распят на 69 седьмине. То есть остается 7 лет, которые будут именно для израильского народа. И именно Бог начнет работу во время, в период великой скорби. И эти 7 лет они будут посвящены только для израильского народа. И поэтому Бог будет заканчивать работу с язычниками и обратиться к евреям. И третий аспект, о чем я хотел сказать, в этом послании к кремлинам, интересный текст записан в 25 стихе 11 главы. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ужесточение произошло в Израиле от часа до времени, пока войдет полное число язычников. То есть у Бога это число есть, мы этого числа не знаем, но написано как последний грешник, последний язычник покаяться. Бог закончит работу с язычниками. И третий аспект, это конец времени благодати. Вы помните, с 15 по 18 стих 24 главы Евангелия от Матфея написано, «И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет, тогда, находящиеся в Иудее, добегут в горы, и кто на кровли, да не сходит взять что-нибудь из своего, дома своего». Видите, он уже говорит о том, что все вопросы, связанные с исполнением закона, они касаются только евреев. И он говорит, что где-то находятся в Иудее, и чтобы убегства вашего не было в субботу. Все то, что это связано, а уже обращается он к еврейскому народу. И после этого произойдет самое важное, наверное, событие в жизни верующих. Произвосхищение церкви. Я понимаю, что существует четыре взгляда на этот вопрос. Мы с братом Василием об этом тоже рассуждали. Наш такой общий взгляд, да, и, скажем так, может быть, более классический взгляд, мы верим, и мы видим опорные пункты, говорят о том, что восхищение церкви будет до скорби. Что Бог заберет свою церковь на небеса, и на земле начнется великая скорбь. Вот. И смотрите, как Господь пишет о восхищении церкви, да, мы читаем 1 Фессалоникийцам наш центральный текст с 15 по 18 стих. Ибо сие говорим словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, трубе Божией сойдет с неба и мертвы во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так, утешайте друг друга сими словами. Интересно, само слово восхищение с греческого, это такое значение имеет, что внезапное удаление людей силы извне откуда-то. Вот действительно Господь силою своей заберет церковь от земли. Смотрите, как это произойдет. Сам Господь при возвещении, то есть Господь даст приказ. Приказ прозвучит. Дальше написано, при гласе Архангела. Интересно, один комментатор пишет, что Архангел скажет что-то, даст какой-то приказ, чтобы вот эти духи злобы поднебесные, они не трогали верующих в тот момент, когда верующие будут пересекать вот эту часть от земли в Царстве Небесное. И написано, и прозвучит труба Божия. Поэтому в 52 стихе 15 главы 1 Коринфянам мы читаем, «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснет нетленными, и мы изменимся». И дальше просто встреча на облаках с Господом. И поэтому все верующие, все верующие участники восхищения, это все верующие от дня Пятидесятницы до восхищения, все будут восхищены. И что произойдет? Бог исполнит свое обетование, завершит спасение, и вся Церковь Вселенская восстанится вместе. Но вот вопрос, о котором сегодня будем глубже рассуждать, судилище Христово. Что с нами произойдет после того, как мы будем восхищены на облаках встретения Господу? Что произойдет после этого? И это время, к которому мы подходим. Очень важный вопрос. Когда мы говорим о каких-то текстах, очень важно, что если мы правильно понимаем тексты Писания, то должны быть не один такой текст, должно быть два, лучше даже три текста, которые говорят об одном и том же. В послании к римлянам, в 14 главе, в 10 стихе написано, «А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов». Это апостол Павел говорит по отношению к нам, к верующим, все. Еще текст, второе послание к коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Третий текст. Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. И если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему?» Заметьте, я сразу хочу сделать ремарочку, что судилище Христово, оно не решает процесса вечности. «Мы восхищены на небесах». Это суд, на котором будут раздаваться награды. Это суд, где Бог будет оценивать наше служение. Это судилище, как домашний суд, где унижающий себя будет возвышен, а возвышающий себя будет унижен. То есть Бог приведет в одно состояние. Вообще это судилище, это слово Бема, судейский престол во время Олимпийских игр, за которым судьи оценивали выступления атлетов и награждали венцами. То есть когда судьи сидели за своими столами и они следили за этими соревнованиями, они определяли победителя и ему этот лавровый венок возлагали на голову как знак победы. И судилище произойдет восхищение. Что же там будет? Интересно, что в книге Откровения, в книге Откровения написано в 19 главе, с 7 по 9 стих, следующее. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. И дано ей было обличиться весон чистый и светлый весон, же есть праведность святых». Заметьте, на протяжении всего времени мы говорим о церкви, что церковь – это невеста. Бог все время говорит о том, что Христос – жених, а церковь – невеста. Но этот аспект уже написан, что наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. То есть уже после судилища Христова мы обличимся в этот чистый весон, когда Бог приведет все в свое состояние. И поэтому судилище, оно не решает вопрос вечности совершенно. Так давайте же обратимся более подробно к тому, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, ссылочка у меня ушла, извиняюсь, в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 10 стиха. Он говорит, «Я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, которое положено, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании и золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит получить награду, у кого дело, которое он строил, устоит, получит награду, а у кого дело сгорит, потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 1 Коринфянам, 3 глава, 10 по 16 стих. Заметьте, что на судилище Христовом Бог оценивать будет нашу жизнь и наше служение. Интересный момент. Когда вы делаете что-то в церкви или вне церкви, проверяете ли вы свои мотивации, почему вы это делаете? Я однажды был в одном доме молитвы и ждал братьев, там было совещание, и я сидел, ожидал, и собрание закончилось, одна сестричка, она начала там убирать, подметать, что-то сделать, вот тут дети пробежали, она говорит мне, брошу я все это дело и никогда больше это делать не буду. Я говорю, а почему? Она говорит, сколько не убираю, никто не замечает. Ни одна душа, а наоборот и бегают, и мусор тут разбрасывают. Я говорю, сестра, а для кого вы это делаете? Если вы делаете ради Господа и ради Его славы, то у Господа ничего не выйдет, у Него все записано. В Его книге все наши дела записано, написано, что дела праведных идут вслед за ними, но если вы делаете ради людей, конечно, ваша мотивация, она потеряется. Наступит момент в вашей жизни, если вы хотели признания и одобрения, и какую-то награду от людей, то вы очень быстро разочаруетесь и оставите любое служение. Интересный момент, что в момент испытания, в момент судилища Христова Бог будет проверять наши мотивации, почему мы делали то и иное. Хорошо делать что-то в церкви, если братья попросили, или если пастор подошел, вообще особенная мотивация возникает, но если вы делаете ради Господа и ради того, что прославился Господь, то тогда вы становитесь свободными во Христе. Вам без разницы, заметили ваше служение, не заметили, вы делаете ради Господа и пред Господом. Поэтому очень важно, что в этот момент, в обмен судилища Христова, Бог испытает. И если что-то мы делали ради своей славы, то это будет сено и солома, которые сгорят. Если мы делали ради Бога, это будут драгоценные камни, золото, серебро. Конечно, важный аспект, Бог будет, испытывая наши сердца, наше служение, будет прежде всего говорить, насколько мы следовали Слову Божьему в жизни служения. Это, знаете, как в семье. Если отец говорит что-то детям, и жена, она мудрый человек, она всегда поддержит авторитет отца. Почему? Потому что дети, дети должны слушать, что отец, он говорит, это слова очень важные. И нужно прислушаться, нужно принять их для своей жизни. Вы понимаете, когда верующие пренебрегают Словом Божьим, когда авторитет Писания для людей не является основным, мы пренебрегаем Небесным Отцом. И это очень важно. Смотрите, псалмопевец говорит в 118-м псалме, в 105-м стихе, «Слово твое, светильник, ноге моей и свет стеземой». Вспомните последнюю проблему в вашей жизни, которая возникла. Как вы начинали искать ответ на эту проблему? Может быть, подумали, кому-то надо позвонить, кто имел что-то подобное, или найти в интернете, у нас сегодня интернет, очень большой помощник, да? Когда было время, что сказали, у меня есть проблема, и я обращаюсь к Слову Божьему, что Бог говорит мне в этой ситуации, что Бог повелевает мне делать, какие инструкции Он дает, как я могу выйти из этой ситуации. Смотрите, в 118-м псалме, в 148-м стихе написано, «Очи мои, предверяйте утреннюю стражу, чтобы мне углубиться в Слово Твое». То есть, утро начиналось у Давида с того, чтобы он хотел, хотел наполниться Богом. Заметьте, в другом тексте он говорит, «Тебя еще от ранней зари». Мы когда пристаем пред Богом, мы часто, «Господи, у меня целый список есть в моих нужд». И та нужда, и та нужда, и там помолиться. Да, все это прекрасно, все на своих местах. Но начинаем ли мы это время, чтобы именно восхититься Господом, Его благодатью, Его славою? У меня был как-то один момент. Всю неделю там планировали поездку с одним братом там на рыбалку. И вот мы приехали утром, встали в эту воду по пояс, в воде с этими удочками и так далее. Дождь льет. Мы такие усталые, такие измученные. Я говорю, слушай, целую неделю ждали. Вся неделя была прекрасная погода. Ну, в этот день такой дождь, такая погода, ну, так некомфортно, так рыбы нету. Одни расстройства. А брат мне говорит, смотри, зато птицы славят Господа. Я обратил внимание, что они сидят маленькие, им холодно, они мокрые. Утро только началось, а они уже прославляют Господа. Они уже прославляют. Может быть, еще они даже не позавтракали там, или еще не решили своих проблем. Они славят Господа. Почему Слово Божие для нас особенно важно? Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божие научает, и обличает, и исправляет, и учешает. Поэтому как важно, что сколько слов случится в кафедре, когда служителя побуждают детей Божьих читать Слово Божие. Побуждают. Ну, поймите, не всегда так будет. Не всегда мы будем иметь такую возможность спокойно считать Слово Божие. Второй аспект, который коснется на судилище Христовом, насколько мы использовали в жизни и служении все, что получили мы от Господа. Давайте прочитаем такой обширный текст, и быстро пробежим кратко о нем. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, 14 по 29 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава, 14 по 29 стих, всем известное место. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро от господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот тебе пять талантов, я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хороший, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот, и другие два таланта, я приобрел на них». Господин сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел, и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему належало тебе отдать серебро мое торгующим, и я приду, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет». Заметьте, он поручил имение свое, и он дал каждому по силе его. Священное Писание говорит, в послании Петра, мы считаем, что Бог дал каждому из нас дар, чтобы мы служили этими дарами, служили окружающим. Бог не дал нам дар, чтобы мы служили сами себе. Иногда, вы знаете, некоторые верующие, здесь в Америке, эмиграция, они все тут говорят, у меня нету, может быть, такой возможности служить здесь, в Америке. Я вам расскажу одну ситуацию. Один наш брат, он пастор церкви, ему около 80 лет, он живет в Портленде, он из Украины. Он уже пожилой этот брат, и английского он не знает. Он взял свою Библию, отдал своим детям, внукам, и они взяли и подчеркнули ему все тексты, которые говорят о покаянии, о вере, об обращении к Господу Иисусу Христу. И каждый день, дождь ли, слякоть ли, хорошая ли погода, он наливает огромный термос с кофем, берет этот термос и идет под мосты к тем людям, которые там живут, американцы. Если он встречает человека и говорит, ты знаешь Иисуса? Тот говорит, нет. Он встает тут же на колени и молится за этого человека. Вот эти люди, бездомные, они говорят, это наш пастор. Они вырезали из картона и специальную подставку, и спрессовали несколько картонок, чтобы, когда они видят, что он встает на колени, он встает в любом месте, это лужа, не лужа, ему тяжело встать с колен, у него больные ноги. И они, они, они увидят, когда он хочет помолиться, они бегут, чтобы подставить ему эту картонку под его ноги. И он молится за людей, наливает кофе этим бездомным, обнимает их. Кому нужны эти люди там, где-то под забором? Но заметьте, этот человек, этот брат, он осознает, ни одна миссия его не поддержит, ни одна церковь не поддержит. Он бы сказал, а брат понимает, что Бог дал ему дар души попечения, и этот дар нужно использовать. И он идет к этим людям под мосты и служит им. Заметьте, на судилище Христовом Бог каждого из нас спросит, как мы использовали наши дары. Он каждому из нас дал дар. Дары вспоможения, дары служения. Может быть, есть дар просто все с кем-то, кто сегодня особенно переживает трудность и просто выслушает, как брат говорил в начале собрания. Поэтому Бог, раздавая дары, Он раздает их не просто так. Он раздает их для того, чтобы они были преувеличены для Царствия Его. И третий аспект, о котором мы уже говорили, немножко касались, может быть, чуть подробнее коснемся, насколько наши мотивации были угодны Господу. То есть, служение, которое мы совершали, и мотивации, которые Бог проверит там на судилище Христовым. Знаете, был один человек, Салла Астахов, он был пастором большой церкви, это была первая волна эмиграции, там в Лос-Анджелесе, там более тысячи людей было в церкви. И он написал замечательную книгу, если кто-то встречал ее, называется «Царствие Божие, царство мира сего». И когда в этом разделе, о котором касался судилища Христова, он говорит интересные слова, он говорит, наше служение будет испытано огнем любви Божией. Действительно, огнем, который покажет, почему мы делали это служение, почему мы делали добро, почему мы служили, хотели ли мы для себя какую-то награду, или мы хотели награду для Господа, чтобы перед Господом иметь. И поэтому смотрите, в Евангелии от Луки Иисус Христос говорит следующее слово в 17 главе, в 10 стихе, «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Бог дал возможность в одной церкви проповедовать в России там, и после проповеди подходит одна сестра и говорит, «Брат, такая проповедь хорошая, я говорю, я раб ничего не стоящий, и вот сделал, что Господь мне поручил». А она мне говорит, «Ну ты совсем». Вы понимаете, братья, это духовный, духовный секретный ключ, который помогает нам не возгордиться. Если что-то Бог дал нам возможность сделать, что-то ради Его славы, и Бог нас использовал, очень часто подходит дьявол. Чтобы наше «я» вот это выросло, и чтобы награду нашу забрать. Поэтому Бог дает такой ключ, и Он говорит, что «я сделал то, что должен был сделать». А вообще, кто такой раб? Это слуга, который принадлежит своему Господину. Если мы рабы Христовы, кому мы принадлежим? Раб, он ищет возможность служить своему Господину, да? И он зависим от своего Господина всецело. И так, когда произойдет восхищение церкви, мы пройдем это судилище Христово. Оно нам нужно. Его нужно бояться и не нужно бояться. С одной стороны, его не нужно бояться, потому что оно не решает наши участи в вечности. Но с другой стороны, его нужно бояться, осознавая то, что Бог за наше служение, за наши действия, за наши слова, Он спросит. Спросит каждого из нас. Каждому из нас нужно будет дать отчет. Бог не будет нас принимать всех вместе. Каждый из нас будет представлен перед Господом, чтобы получить награду за то, что мы делали, живя в теле. И доброе, и худое. Поэтому сейчас, когда мы готовимся к посещению церкви, когда, вы знаете, у нас нету каких-то опорных пунктов. Вы посмотрите, последняя книга Ветхого Завета, вы помните, книга Малахия, была написана, и после нее 400 лет было молчание. Ни пророки, никто не говорил. Почему было молчание? Потому что все, что нужно было, Бог уже сказал. Как придет Мессия, как Он родится, как Он пострадает. И все было сказано, теперь люди ожидали Его пришествия. Мы живем в такой период, когда Бог сказал уже все. Книга Откровения заканчивается, и Бог говорит, что нельзя прибавлять или убавлять. Сказано все. Мы живем в период молчания, когда ничего такого не случится, чтобы сказать, ну вот после этого точно восхищение. Нет, в любой момент Бог может восхитить церковь, заберет свою церковь, и тогда мы пристанем пред Богом. И поэтому очень важно, очень важно нам проверять сердца, если Бог позволит, мы как-нибудь вернемся к этой теме, может быть поговорим о том, как приготовиться к судилищу Христову, какие, может быть, опорные пункции Бог оставляет для наших сердец, чтобы мы, наблюдая за собой, проверяя свое сердце, свое служение, свое хождение, могли быть готовы к судилищу Христову и могли понимать, что будет на судилище Христовом лично с каждым из нас. Давайте мы помолимся сейчас, пусть Бог благословится, кто желает, пожалуйста, обратитесь, я буду потом в конце молиться.